Мой депозит за последний год выглядит следующим образом, стандартные движения, 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 бум! Примерно вот такая история, и это все, вот это проседание, оно произошло за последний, не поверите, два дня, два дня, это невероятно! И такое количество ошибок, которые я совершаю за эти дни, оно просто зашкаливает, и сегодня я вам покажу первое, что это за ошибки, я даже их себе записал, они одинаковые, банальные, но я расскажу, во-первых, почему они произошли, как их преодолеть, и на чем я буду фокусироваться в ближайшее время. Если вы почувствуете, что это вам откликается, потому что то, что я здесь буду вам говорить и рассказывать, это из самой глубины, и я понимаю тех трейдеров, которые также с этим сталкиваются, и возможно это для вас будет некой такой поддержкой, потому что когда я смотрю видео-обзоры трейдеров, которые там 20-30 лет торгуют, и у них такое тоже случается, и мне становится легче, да, потому что, ну, я понимаю, что я не один такой, поэтому возможно это видео поможет вам на пути к профитной торговле, и если вы почувствуете, что это вам откликается, то добро пожаловать в мое сообщество трейдеров, потому что здесь мы учимся не только зарабатывать, но и работать с ситуациями, когда что-то не так, потому что без этого ты не продвинешься никуда. Давайте смотреть, что же такого я делал, ключевые мои ошибки. Итак, первая ошибка, попытка сосредоточиться на всех сигналах одновременно, то есть я пытался торговать эти дни и развороты, и пробои, и коррекции, и все, что можно и быстро, и медленно, и туда, и туда, и туда, и вот это все, и ты пытаешься все как бы охватить, все зацепить, и везде успеть, а в итоге все мимо кассы, и ведь что самое интересное, вот есть твое ядро, да, ядро, я имею в виду твои правила, да, которые тебе приносят плюс-плюс-плюс деньги, мы о них поговорим позже, сегодня, в этом выпуске. И если фокусироваться здесь, все окей, потому что система, вот у меня есть роботы, которые стоят на отдельных счетах, они сделали 34%, еще раз, 34% за последние две недели, за последние две недели, без эмоциональной торговли. Так вот, если фокусироваться на вот этом ядре, то профиты существенные, но в какой-то момент ты начинаешь плавать, у тебя вот этот фокус, вот он прицел, он как-то вот такой становится, вот потрясу, камера, все какое-то вот не такое, вот так трясется все, вот так вот. Вот так трясется, и буквально, знаете, как появляются какие-то вот, как я не знаю, раньше помните телевизор, да, вот этот старый, с херней сзади, вот, и когда какие-то помехи, то надо было антенну потрогать, и оно все нормально. Вот примерно такая же херня происходит, то изображение четкое, то есть ты четко видишь, четко понимаешь, что тебе нужно делать, то оно капец какое размытое. Вот мы сегодня поговорим о том, как вернуть свое внимание, на что обращать внимание, все это будем разбирать, но сейчас мы говорим про ошибки. Вот первая ошибка, когда ты теряешь главный прицел, и ты пытаешься там что-то увидеть, начинаешь копаться, переключаться между разными периодами, то на один период, то на другой, то на третий. Ты пытаешься как-то сам эту сделку склеить, хотя она перед твоим носом, то есть ты пытаешься везде успеть, а в итоге ничего не зарабатываешь. Еще одна ошибка, сразу поймать сильный тренд, то есть ты смотришь на рынок, чтобы поймать сильный тренд, и каждую сделку, которую ты открываешь с целью поймать сильный тренд, и в итоге ты становишься эмоционально привязан к этому, потому что если рынок делает другое, а ты ждешь сильный тренд, скажем, вниз, а рынок идет вверх, то есть ты не фокусируешься на текущих вот этих вот правилах, а ты фокусируешься как-то на перспективу, не то, что у тебя здесь твои критерии говорят, ведь ты не знаешь, будет тренд или нет, твоя задача зайти по правилам, и когда движение стало ускоряться, может быть, в нем остаться, а не заранее закидывать как бы удочку, то, что ну вот оно сейчас пойдет далеко, и такое вот это крутишь в голове, и на основе этого начинаешь действовать. Таким образом, то, что сейчас происходит вот здесь по твоим правилам, оно становится в твоих глазах автоматически не таким важным, как то, что ты вот-вот на перспективу себе начал метить, да, начал себе какие-то планы строить, воздушные замки, и таким образом оказался в ловушке какого-то ожидания вместо того, чтобы торговать фактом. Еще ошибка. Удивительно, что вот в процессе вот этих ошибок появляется самая странная ошибка, у тебя появляется реальный страх перед твоими собственными сигналами. То есть, еще раз, картинка просто вот так все переворачивается. Это бывает. Эмоции никто не отменял в трейдинге. При том, что я знаю, с чего это началось. Это началось с того, что рынок долгое время был во флете. Прошлый месяц я закрыл с небольшим профитом, и приходилось вот прям буквально, ну так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И ты, я попробовал резко торговать, более агрессивно. И вот просто в какой-то момент немного заигрался с этим. То есть, в этом нет ничего страшного, это нормально. Еще раз, если ты умеешь через это проходить, ну ты прибыльный трейдер априори. Потому что у тебя есть, скажем так, навыки, как из этих ситуаций выходить. Так же, как и в жизни, навыки из сложных ситуаций выбираться, находить решение. Здесь тоже самое. Так вот, я планирую торговать два основных сигнала. Два основных сигнала. Это разворот, сейчас я объясню, и тренд. Он один из самых эффективных, прибыльных, и вы можете тоже их торговать, получить на моем сайте ztrader.ru Можете ли вы сказать или почувствовать, как вы вообще чувствуете, то, что я говорю, вам откликается? Если да, напишите комментарий, поставьте лайк этому видео. Потому что я собирался с мыслями, чтобы для вас записать видео. Утром я еще не был готов, но сейчас в порядке. Так вот, первое. Как вы знаете, в моей системе все последовательно, все упорядочено. И эта последовательность, она нумеруется. Первое условие, второе, третье в цепочке событий. То есть, что значит событие? Ну, вот я вижу, например, это, это уровень, паттерн, какой-то сигнал дополнительный. И того у меня образуется вот эта, скажем так, цепочка событий или критериев, которые я вижу на графике, которые приводят к решению. И для каждой ситуации, будь то разворот, будь то тренд, вот эта цепочка, она своя. И для разворота она следующая. Сила сигнала номер один. СС, да, первое условие. Это смарт-осциллятор, гистограмма, которую я разработал, проприетарный индикатор. Внизу графика. Смарт-осциллятор, СО. Ниже. Минус 90 или выше. Плюс 90. Вот сегодня столько было сигналов. Но я говорю, когда ты не в порядке, твои мозги вообще по-другому работают. Сила сигнала номер один. Смарт-осциллятор выше или ниже? Ниже минус 90, либо выше 90. Давайте найдем сегодняшний пример. Даже не так, а прямо так сейчас я наберу здесь. Это фунт, иена и вообще евро-доллар даже давайте возьмем. Вот здесь мы видим минус 90. Смарт-осциллятор даже ниже. То есть допускается минус 90 и ниже. Плюс 90 и выше. Это вот эти две линии. Красный уровень и зеленый уровень. Соответственно, если гистограмма падает ниже, минус 90, мы говорим о том, что это сила сигнала номер один. То есть это объективный визуальный критерий. Yes. Да. Сила сигнала номер два – это двойное или слабое дно. Буду сокращать. Двойное или слабое дно. Вижу ли я здесь двойное дно? Да. Я могу подключить сюда робота, чтобы он мне показывал паттерны. Например, дно. Но я и так его вижу, потому что я знаю правила. Сейчас, секундочку. Поэтому здесь не обязательно, чтобы робот рисовал. Но для новенького и для трейдера, который, скажем, еще не очень опытный, это будет очень круто, очень полезно. Более того, это будет еще объективнее. Итак, смарт осциллятор на экстриме – да. Вижу ли я двойное дно? Да. SS3, кластер 3, SS3 – это закрытие. Закрытие выше максимум предыдущей свечи. То есть, первая свеча, которая закроется выше максимум предыдущей свечи. МПС. Максимум предыдущей свечи. Вот здесь у нас завершился паттерн. Первая свеча – вот эта, скорее всего. Это точка бай. Вот здесь надо покупать евро-доллар. Но бывает еще такое, когда рынок приходит и еще раз тестит. Это не обязательно, но если происходит, это еще круче. И вот я наблюдаю, уже заканчивается европейская моя сессия, но решения не принимаю. Еще раз говорю, когда ты не в форме или что-то у тебя идет не так, ты немного, у тебя вот этот газ-тормоз немного шалит. То есть, когда надо жать на газ, ты тормозишь. Когда надо тормозить, ты жмешь на газ. Вот и все. Отсюда все косяки, все эмоциональные решения. То есть, разбалансировка. Евро-иен. Такая же история. Смарт-ослеатор на экстриме. Здесь мы видим дно, но подтверждения нет. Смотрите. Здесь мы видим DD. Двойное дно. Вот оно. Вот оно. Смарт на экстриме. Сила-сигнал номер один. Двойное дно. Сила-сигнал номер два. Если первая свеча, которая телом закрывается выше максимума предыдущей свечи – нет. Потом, как я говорил, может образоваться еще одно дно. И вот оно здесь. Вот это место. Вот это место на buy. Ба-а-а. Теперь второй сигнал. Сила-сигнал номер один. Это мы разбираем тренд. Сигнал тренд-сканера. TS. Тренд-сканер. Buy или sell. Buy или sell. Тренд-сканер делает 80% работы за трейдера. Он анализирует автоматический рынок по определенным критериям. Все уже настроено. Все уже готово. Это первое. Второе. Он, когда все критерии системы совпали, он автоматически показывает символ, где эти критерии совпали, направление тренда, точку входа в рынок. И вот сегодня таких сигналов была тьма. Я сейчас вам покажу их. Идеальный просто по тренд-сканеру точки входа в рынок. Тренд-сканер – это вот этот алгоритм. Сейчас, секундочку. Где-то он у меня здесь был. Я перед тренингом все это вот так и скрыл вниз. Вот он. Сейчас сигналов нет, потому что сессия закончилась. Скоро начнется Америка. И здесь потом будет тьма сигналов. Вот сегодня утром полная была таблица. То есть он в таблице пишет. Давайте в качестве примера, может быть, на какой-нибудь символ, на какой-нибудь таймфрейм другой перейдем и увидим здесь. Ну, вот так выглядит таблица. На пяти минутки я не торгую, но вы можете переключиться, и робот вам сразу найдет то, что сейчас актуально на пяти минутки. То есть он показывает символ, время и точку входа на sell или на buy. Ну и, соответственно, если вся строчка одного цвета, это значительно повышает шансы на успех. И вот сегодня много таких было ситуаций. На минутки, судя по всему, нет сигналов. Хотя мы сейчас появились. Нет, на минутки нет. Ну, сессия закончилась регулярно, поэтому нет. Но сейчас я вам покажу сигналы, которые были. Итак, первое, да, SS1, еще раз запишу для вас. Сила сигнала номер один – это сигнал трендсканера. Трансканера. Причем он в реальном времени тоже мониторит ситуацию. Если вдруг перестала быть актуальна ситуация, он уберет из таблицы символ. Вы можете зайти на сайт, я ссылку оставлю под этим видео, посмотреть презентацию. Вообще, что это такое? Более подробно не будем сейчас все это разбирать. Итак, сигнал трендсканера. На buy либо на sell. Второе условие – SS2. В принципе, здесь все. Потому что трендсканер делает все. Но я распишу. Второе – это коррекция. То есть после сигнала трендсканера коррекция. Коррекция к точкам волатильности. Точки волатильности – это FI… Они называются FIBDATS. Это индикатор, который рисует точки. Белые и черные. FIBDATS. На графике. Ну и, соответственно, если коррекция к черным – это sell. Если коррекция к белым – это buy. И там уже подтверждение входа в рынок. То есть SS3. 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 Ценовой паттерн на покупку или на продажу. Ценовой паттерн. Паттерн. Я трейдерам даю ценовые паттерны. Все это входит. Так что вы можете это смело применять и ловить шикарные движения. Ну и, конечно, использовать эти сигналы, чтобы справляться с какими-то трудными моментами. Ценовой паттерн. Коррекция к точкам волатильности FIBDATS. Ценовой паттерн. Давайте разберем. Сегодня и таких валом было. Историй. То же самое. Можем взять евро. Доллар, фунт. Доллар, фунт. Иену. Вообще по барабану. Даже вот фунт, иену возьмем. Или евро. Сейчас я скажу, где я пропустил шикарный сигнал. На каком символе. Доллар канадец, например, сегодня. Хотя, может показаться странным, что такое доллар канадец в Европу. Но я сегодня ведь с утра увидел эту возможность. Я сегодня с утра увидел возможность. Сигнал появился на трендсканере. И коррекция вот сюда. К белым точкам волатильности. То есть, сила сигнала номер один. Сигнал на трендсканере. Сила сигнала номер два. Коррекция к точкам белым. И сила сигнала номер три. Просто идеальный паттерн. И знаете, что я в этот момент сказал? А, ладно, неинтересно. То есть, я говорю, все просто. Как будто меня взяли, мои глаза закрыли. И меня перепрошили, короче. Зомбировали. Не знаю, там запрограммировали по-другому. Вот идеально наши трейдеры знают этот паттерн. Прокол называется идеальный ценовой паттерн. Если здесь входишь, твой стоп здесь. И просто сумасшедший, лютый тренд. Посмотрите. Причем здесь потом был вход. Я сейчас вам тоже его покажу. Давайте паттерны уберем пока. Сейчас вам покажу этот сигнал. Один из моих любимых тоже ждал. Почему я не принял решение? Я не могу объяснить это. Иногда некоторые вещи я не могу объяснить. И это неприятно. Это неприятно. Это залито очень сильно. Но еще раз, трейдеры, я вам показываю, как есть на самом деле трейдинг. Не только профиты, что я там делаю бабки. Да, я делаю деньги стабильно, но иногда у меня бывают провалы. И не зачастую 90%, 99% этих ситуаций – это эмоции. Это эмоции. Это не то, что перепутал газ с тормоз, а чересчур много нажимал на газ, когда не надо было. И наоборот. Но никак этого нельзя избежать. И вот эти сигналы, если перевести на них внимание, все, и вот прийти в себя, осознать, что ты делаешь не то, что нужно делать, переключить свое внимание на эти сигналы, все, выправиться. Ну, это работает прям великолепно. Для меня, для моих студентов. Если вы чувствуете, что для вас это тоже может сработать, добро пожаловать. И вот смотрите, вот здесь. Сегодня такой смотрю. Ладно, здесь я пропустил, фиг с ним. Все, проехали. И я смотрю дальше на доллар-канал. Я понимаю, что тренд вверх, мой смарт-овслятор зеленый, все индикаторы говорят buy. Круто. И вот здесь появился опять сигнал. На тренд-сканере buy. Вот здесь. Что я жду? Правильно, коррекцию к белым точкам. Вы уже даже, посмотрев этот ролик 10, 20, 30 минут, или сколько он идет, вы уже можете сказать, что если сигнал появился на тренд-сканере, если я это сказал, или если вы увидели на своем экране, сразу что? Ассоциация коррекции к белым точкам, если на buy. Вот они, белые точки. Вот зона buy. Я здесь жду, и рынок проходит ниже этих белых точек. Отлично. Но что я заметил? И мои трейдеры это тоже знают. Вот здесь появился вот этот бар. Видите, длинный-длинный-длинный медвежий бар. Такой огромный, самая большая свеча, самая длинная, нисходящая. А когда она появляется против тренда, ну то есть тренд вверх, а эта свеча нисходящая, вот она появляется, я беру вот так выделяю, вот так эту зону выделил, вот таким образом. И когда пробивает ее максимум, а снова buy вернулись, да, в игру, я покупаю. Все. То есть мы к точкам пришли, но против этой свечи опасно. То есть это один из основных паттернов, которые мы используем. То есть первое условие это сигнал тренд-скайнера, коррекция к белым точкам, ценовой паттерн, обновление максимума этого паттерна, buy. То есть мы используем немного наоборот, да, этот паттерн. Потом появился уже солидный покупатель вот здесь, но тоже решения не было. Ну короче, полная фиаско в плане принятия решения. А вот система-то сыпет сигнал просто, я не знаю, там процентов 30-40. Больше уже, наверное, можно сделать за последнее время. Но иногда такое бывает. Ну и, соответственно, здесь тоже решение не принял, рынок улетел. Так, и еще посмотрим. Евро-иена, то же самое. Здесь были сигналы в начале сессии. Золото. По золоту, по-моему, не было ничего. Нет, по золоту я ничего не видел. Фунт-доллар. Давайте фунт тоже разберем. Здесь тоже был сигнал. Причем был сигнал вот тут. Сейчас я покажу. Давайте я это уберу, это уже не нужно. GBP-USD. Вот смотрите. Тоже сигнал тренд-сканера на сел. Что вы скажете дальше? Коррекция куда? Правильно. Черным точкам. Вот здесь приходит сигнал. Ситуация готова. Все проанализировал, все посмотрел. Аркадий. Готовься продавать фунт. Отлично. Коррекция куда? К черным точкам волатильности. Что у черных точек? Ценобой паттерн. Здесь мы видим слабые вершины, что нечасто встречается. Sell здесь. Sell здесь. Продал? Нет. А где продал? Продал здесь. Это не самое плохое решение, потому что если ты здесь не продал, у тебя еще может быть шанс впрыгнуть в поток прямо вот уже на старте этого потока. Майтыки были чуть ниже. Рынок не дошел и ушел наверх. Если я вошел здесь, то здесь я чистыми забираю все деньги, но большую часть и все нормально. То есть вот небольшая разница между входами, но она как сильно влияет. То есть опять же таки, следовал ли я на 100% правилам? Нет. Действовал я импульсивнее? Да. То есть ты пропустил нужный момент, когда нужно было нажать на газ, и вошел позже. Отсюда получил не очень хорошее соотношение, потому что твои стопы здесь, твои тейки должны быть здесь. Хотя разница вроде визуально не такая большая, но это влияет сильно. Ну и здесь я вышел по нулям. Перевел в БУ. Я не потерял деньги здесь. Без убыток перевел, и в итоге ничего не заработал. Хотя если здесь вошел, это несколько процентов профита, что круто. И еще индекс Великобритании. Вот здесь открывается рынок, 11 часов по Москве. Бум! Движение. Я здесь продаю, захожу здесь. Потом я там пониже забрал тейк. Но посмотрите, какой идеальной была коррекция к ценности. Просто сказка. Если я торгую здесь на селл, мои стопы здесь. А если я торгую здесь на селл, мои стопы здесь. Разница в величине стоп-лосса колоссальная. И здесь, чтобы цена дошла, и я заработал деньги более-менее, или что-то заработал, она должна пройти намного больше, потому что стоп больше, чем здесь. Почему продал здесь? Опять же таки, FOMO. ФОМО. Страх упустить возможность. Эмоционально заряженный трейдер. И в какой-то момент ты, если давно торгуешь, тебе приходит осознание, что ты туда идешь. Здорово, что это пришло за два дня. А не за неделю или месяц. Да, или что ты... Эй, алло, приди в себя. И вот здесь, ну просто загляденье. Посмотрите, какой идеальный селл. Сигнал тренд-сканера, коррекция куда? К черным точкам. Хотя сигнал был здесь. Но точки вон где, Аркадий, смотри, пожалуйста, на точки, как они далеко. Нельзя входить. Ну-ка лайк поставим. Еще раз при условии, что вам это откликать, если вы чувствуете, что единственный, или один из единственных способов решения выхода из просадки это продолжать следовать своим правилам, которые безупречно работают, и которых сигналов, по которым сегодня была тема, и они все, в большей части, отработаны, то заряжайте лайк. И вот рынок приходит к черным точкам. Что здесь? Слабое дно. Кстати, на сайте Ztrader.ru, я не знаю, здесь будет написано, но я напишу Ztrader.ru, если я напишу, а то меня часто спрашивают, Аркадий, где посмотреть ваши программы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!